привет это канал взлет меня зовут ольга в этом видео мы с вами посмотрим 4 новых праздничных оттенка стойких лаков для ногтей the one и топовое покрытие с блесками если вам это интересно поехали 4 модных оттенка сияющим финишем и золотистыми вкраплениями обещают нам стойкое покрытие с блеском в каждом лаке комплекс ореховым и кокосовыми маслами и гликолевой кислотой который будет ухаживать за ногтями и обещают что лайки будут высыхать за 60 секунд в каждом флакончике 8 миллилитров и производство лаков франция итак давайте начнем с первого оттенка 43 047 это у нас игривые медный и я сразу отмечу что каждый лак в баночке смотрится гораздо ярче более таким шиммерным более сияющим чем в каталоге сводчи в каталоге гораздо более скромные очень интересно как будут лайки ложиться на ногти конкретно теплый оттенок тут даже без вариантов подойдет и к естественному макияжу такой маникюр даже можно в офис носить спокойно этот лак несмотря на то что он сияющий но посмотрите он прозрачный посмотрим как будет выглядеть этот лак в два слоя возможно и покроет но в один слой однозначно прозрачный хоть и очень сияющий следующий оттенок это искрящийся красный 43 048 и здесь сводч в каталоге достаточно яркий может быть этот сводч такой скромный именно потому что на ногти лак тоже выглядит скромным а этот посмотрите какой весь шиммерный переливающийся такой же шиммерные как и лак во флакончике давайте нанесем и так искрящийся красный обычно яркие лаки не делают прозрачными они хорошо покрывают ноготь ну да в принципе смотрите здесь хватит и даже вот одного нанесения вы видите насколько лак плотно покрыл ноготь нам это с вами все равно второе нанесение сделаем следующий оттенок 43 049 знойный вишневый мне кажется что в каталоге более какой-то фиолетовый оттенок хотя вот следующий у нас дерзкий бордовый он конечно прям гораздо более фиолетовый но наверное рядом с бордовым этот оттенок выглядит вишневым но посмотрите в флакончике этот оттенок действительно вишневый такой перламутровый и мне кажется что вот этот сияющий финиш здесь золотистый всегда очень интересно когда такие холодные оттенки золотистым финишем они дают такое оригинальное сочетание сейчас посмотрим на ногти знойный вишневый тоже яркий лак но по-моему более прозрачный чем предыдущий да смотрите как интересно немного полосит и здесь прям хочется сделать второй слой не знаю может быть у меня на кисточке было разное количество лака может быть сразу добавить но как-то странно он лег прошлое вы видели лег прям сразу идеально нет немного полосит лак но оттенок яркий красивый вот смотрите ну вот так вроде бы уложила да и теперь он стал похож на предыдущий оттенок по покрытию но имейте ввиду немного капризный и еще один оттенок 43 050 дерзкий бордо на мой взгляд самый такой насыщенный и интересный оттенок именно он какой-то многогранный и может быть из-за шиммера может быть из-за вот самого вот этого тона глубокого фиолетового ну давайте посмотрим на ногти у этого оттенка смотрите он хоть и фиолетовые но у него и золотистый шиммер и этот шиммер дает какой-то даже прямо оливковый подтон и из-за этого сам вот этот фиолетовый тон выглядит каким-то коричневато-тауповым ну достаточно оригинально вы видите что лак немного полосит и нуждается конечно же во втором слое а теперь давайте нанесем второй слой и потом попробуем топовое покрытие как раз у меня один ноготь без лака остался мы попробуем на нем и посмотрим как выглядит топовое покрытие на ярких лаках и вот смотрите вот этот игривый медный оттенок выглядит очень светлым мне казалось в каталоге и даже вот во флакончике что этот оттенок будет более насыщенным каким-то более глубоким более ярким по факту это вот светлые нюдовые хоть и сияющий лак искрящийся красный оказался самым порядочным во всей коллекции и лег просто идеально можно даже без второго слоя но все равно давайте не будем изменять традиции мы нанесем в два слоя ну видите что выглядит также прекрасно соответственно этот оттенок будет самым что экономичным потому что его можно будет наносить только в один слой знойный вишневый кстати обратите внимание распределился в итоге на ногти и нету полос то есть вот мы наносим второй слой а лак хорошо покрывает возможно можно нужно чуть-чуть подождать чтобы он именно улегся растекся по ногтю и потом полос становится значительно меньше и вот в два слоя вот такой очень даже симпатичный лак я сейчас наношу и отмечаю что уже ногти высохли то есть очень легко скользит кисточка хотя я только что прям наносила на них лак я думаю что высыхать будет очень быстро и давайте еще один оттенок посмотрим и это вот этот вот интересные дерзкий бордо хотя я бы его назвала каким-то виноградным ну ладно пусть будет бордо кстати чем бордо отличается от вишневого вот интересно мне кажется что вот предыдущие он больше бордо а это прям какой-то именно виноград так и вот в два слоя шикарный получился оттенок просто шикарный если вы любите темные оттенки но чтобы они играли каким-то оригинальным цветом то обратите внимание на именно вот этот лак ну что давайте наносить что топовое покрытие посмотрите какие яркие блестки в нем также 8 миллилитров и производством у покрытия франция и посмотрите насколько крупные блестки такое ощущение что прямо взяли и крупно нарезали фольгу и эти блестки будут украшать ваш маникюр и конечно же именно под новый год хочется чего-то праздничного яркого и возможно вот это покрытие сможет создать вам такое новогоднее рождественское настроение ну и теперь давайте посмотрим как будет выглядеть топовое покрытие на ногти без лака судя по моему личному опыту обычно такое покрытие надо наслаивать в несколько именно слоев и смотрите да эти блестки они распределяются неравномерно немного их ложится и потом их очень тяжело стирать потому что вот между блестками получается очень много самого покрытия все это фиксируется и имейте ввиду что она будет еще дополнительно удерживать ваш маникюр если вы свой яркий лак покроете такими блестками то будет держаться этот лак у вас скорее всего все новогодние праздники вот в два слоя покрытие можно даже просто нанести так веселенько как будто вы себе с елки сняли дождик мишуру и покрошили на ногти на свою любимую базу или топом сверху покрыли вот такие вот новогодние елочные ногти у вас могут быть давайте посмотрим на ярком лаке буду один слой покрывать а ну искристые медленно не то чтобы яркие ну давайте считать всю эту коллекцию праздничная яркая постаралась побольше набрать на кисточку блесток вот таким образом выглядит с топовым покрытием искристый медный следующие у нас красный мне вот даже интересно будет почитать ваши комментарии какой затенком вам больше понравится и какой красивее на ваш взгляд смотрится с топовым покрытием но здесь прям как будто бы тоже вот декор бросили на красный оттенок какие-то у меня ассоциации возникают на тему красного золота но сейчас что-то даже не вспомню что-то очень сильно напоминает мухомор на верный там красный с белым а здесь вот красный с золотом так дальше вишневый ну идея одна и та же можно воспользоваться идеями с картинки каталога там у девушки по-разному на ногти нанесены эти лаки но я люблю когда у меня ногти все-таки одинаковые но здесь тоже самое красное с золотом вот такие елочные игрушки то у нас получается на ногтях и давайте наш благородный бордовый оттенок тоже украсим новогодними блестками иногда и блеска хочется добавить носишь все лето нюдовые лаки кремовые такие нежненькие а новый год приходит и бах у тебя не ногти а елочные игрушки четыре новых оттенка сияющим финишем или топовое покрытие с блестками а может быть и то и другое что подобрали себе вы я с удовольствием почитаю в комментариях ставьте лайк если вам был интересен и полезен мой обзор ну и конечно же подписывайтесь на канал взлет и нажимайте обязательно колокольчик чтобы получить оповещение и посмотреть видео о новинках арифлейном нашем канале самыми первыми пока пока